МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашии дневной выпуск информационной программы «Республика». С главными новостями на этот час вас познакомят наши корреспонденты. И я, Юлия Важенина. Сегодня в Новочебоксарске состоится заседание Президиума Совета при президенте Российской Федерации по модернизации экономики и инновационному развитию страны. Его проводит председатель правительства Дмитрий Медведев. Будет обсуждаться реализация государственной политики в области интеллектуальной собственности. В Чувашию приехали заместитель председателя правительства Аркадий Дворкович, министр образования Дмитрий Ливанов, министр открытого правительства Михаил Абызов и другие. В заседании Президиума Совета участвуют представители органов исполнительной власти, главы региона, в том числе Михаил Игнатьев, руководители предприятий и институтов. Ожидается, что Дмитрий Медведев посетит завод «Хивель». Напомним, строительство уникального по технологиям производства на территории республики началось еще в 2009 году. Важный объект всегда находился под пристальным вниманием республиканских властей. В конце прошлого года здесь побывал глава Чувашии Михаил Игнатьев и подробно ознакомился с производством солнечных батарей. Основным инвестором предприятий является группа компаний «Ренова», где председатель Совета директоров Виктор Виксельберг. В создании «Хивела» участвует и ООО «Роснано». Дмитрий Медведев ознакомится с опытно-технологическими партиями продукции. Выход завода на проектную мощность планируется со второй половины 2015 года. В эти минуты началось заседание Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по модернизации экономики и инновационному развитию страны. К этой теме мы еще вернемся в вечернем выпуске. А теперь к другим новостям. С конца прошлого года жители Чувашии стали получать дополнительные квитанции на капитальный ремонт. С тех пор возникло много вопросов относительно сроков проведения и целесообразности этого ремонта. Администрация Новочебоксарска совместно с «Газетой Грани» подошла к вопросу основательно и провела горячую линию с жителями города Спутника. Добрая половина вопросов касалась качества и сроков проведения ремонтных работ. Большинство новочебоксарцев с осторожностью относятся к проведению капремонта. Многие опасения возникают из-за банальной несведомленности. И задача властей в этой ситуации – продолжить разъяснительную работу. На сегодняшний момент, когда мы говорим о том, что ваши средства будут направлены в фонд капитального ремонта на определенные счета, то люди говорят – нет, мы не верим этому, это неправда, мы не принимали участие на собрании и так далее. Сегодня администрация Новочебоксарска работает практически в круглосуточном режиме для того, чтобы объяснить людям, что сегодня это важно. Ремонтная работа в многоквартирных домах Новочебоксарска уже начались. За один квадратный метр новочебоксарцы платят пять с половиной рублей, остальное на плечах государства. Генеральный директор фонда капитального ремонта подчеркнула, что вне зависимости от того, где будут накапливаться средства – на спецчате дома или у регионального оператора – расходоваться они будут только по назначению на капитальный ремонт. Тема горячей линии вызвала очень широкий резонанс среди новочебоксарцев и доказательством этого стало более 70 дополнительных вопросов, которые поступили до проведения горячей линии. Традиционно мы отвечаем на каждый вопрос через свои страницы. Ответы на волнующие вопросы получили 28 граждан. Обращение тех, кто не успел дозвониться в приемную, также принято в работу. Всем ответят в ближайшее время. Дарина Игнатьева, Сергей Рябчиков, Республика. Говоря об отечественных товаропроизводителях, мы в первую очередь вспоминаем о предприятиях, составлявших когда-то славу чувашской промышленности. В их числе чебоксарский хлопчат и бумажный комбинат. Он был известен своей продукцией в стране и за рубежом. К сожалению, последние страницы его истории оказались весьма печальными. Об этом наш следующий репортаж. Преуспевающее предприятие стало терять свои позиции, когда собственником стала компания «Савва». Сначала под флагом реконструкции стали сокращать производственные мощности. Затем объемы продукции. Настала очередь и работников компании. Это было очень болезненно. Все воспринимали. Было три смены. Сначала сократили одну смену, потом сократили вторую смену. И потом несколько фабрик объединяли в одну и потом сократили уже. Но конкретно сколько человек, это зависит от цеха. Были цеха по 300 человек и сразу по 100 человек, по 200 сокращали. Компания набрала большую долговую нагрузку в виде кредитных средств. Потом перестала платить налоги. Сегодня долг компании перед бюджетом республики порядка 200 миллионов рублей. Задолженность к кредиторам и партнерам около 4 миллиардов рублей. Когда Михаил Васильевич пришел и стал главой республики, он первое, что поставил, первая задача – это распутать этот клубок. Это была достаточно серьезная социальная нагрузка, социальное напряжение среди коллектива, потому что высвобождалось много рабочих. По судьбе было совсем непонятно. Было введено конкурс для управляющих, конкурс для производства. И глава республики, кабинет министра, дал задание о том, чтобы стабилизировать ситуацию, успокоить рабочих, определить понятных собственников, но в ходе конкурсного производства, что и было сделано. Благодаря работе региональных властей удалось сохранить легкую промышленность в республике. На площади хлопчатобумажного комбината работают несколько успешных предприятий. К примеру, Чебоксарская ватная фабрика, поставляющая свою продукцию для нужд РЖД и Минобороны. Есть востребованность на рынке. Сейчас мы планируем запустить новые производства. Это производство термобойлока и тенсулета. Тенсулет пока в России вообще не выпускается. Это новый современный синтетический материал. Он был разработан специально по заказу НАСА. Вот сейчас мы хотим наладить производство на нашем предприятии. Продолжает работать и чулочное трикотажное производство, также являвшееся частью Волжско-текстильной компании. Сейчас на фабрике трудится более 800 человек. В прошлом году предприятие успешно запустило новую линию школьной и спортивной одежды. На этой неделе в Алатаре после реконструкции откроют концертный зал местного Дома культуры. С ходом его ремонта во время рабочей поездки ознакомился глава республики Михаил Игнатьев. Зал стал вместимее за счет того, что демонтировали оркестровую яму. Здесь будет установлено 700 комфортных кресел. Мебель сюда привезли из Ярославля. Глава региона решил убедиться лично, насколько комфортно здесь себя будут чувствовать зрители. Тут деревянные оставляющие с какого? Натурального дерева? Да. Хорошо. Все, здорово. Сколько лет это поднимали? Наконец мы разрешаем эту историческую проблему. Да, на самом деле историческую. В городском Доме культуры уже заменили деревянные полы. Вместо них постелили специальный линолеум. Такой материал для концертных залов незаменим. Он не пропускает звук. Главе региона показали и боксерский зал местной спортивной школы. Недавно здесь тоже провели капитальный ремонт и установили современный ринг. Теперь на нем возможно проводить даже турниры международного уровня. Навязывание дополнительных услуг при покупке полиса ОСАГО в последнее время стало весьма распространенным явлением. Между тем страховые компании нарушают права граждан. Антон Егоров позвонил уже во многие страховые компании. И практически во всех ему навязывали дополнительные услуги. Или утверждали, что у них закончились полисы ОСАГО. Если он отказывался от дополнительных услуг, то предлагали писать заявление и ждать порядка 30 дней. Хотя по закону страховые компании не имеют права этого делать. Я посидел, посчитал сумму через компьютер, через базу ОСАГО. Ввел свои данные и данные транспортного средства. И сумма была у меня около 4 тысяч. На самом деле мне рассчитали сейчас на 7 тысяч рублей. Я поинтересовался, почему такую сумму большую насчитали. Мне сказали, что нужно застрахование жизни. При навязывании дополнительных услуг можно обратиться к заявлению в прокуратуру. Важно, чтобы у гражданина были доказательства, подтверждающие факт навязывания. Лучше, если есть свидетели и видео-аудиозаписи разговоров. В прокуратуре нам сообщили, что подобных обращений у них немало. В настоящее время действующим законодательством предусмотрена административная ответственность должностных лиц за необоснованный отказ в заключении публичного договора страхования и навязывание дополнительных услуг в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей. Данная административная ответственность введена лишь с сентября 2014 года. В отношении одной страховых компаний уже было вынесено предписание прекратить нарушение антимонопольного законодательства, которое выразилось в навязывании дополнительных договоров. Однако компания до сих пор не исполнила решение суда. К управлению Федеральной антимонопольной службы возбуждено административное дело. Что делать, если договор с дополнительными услугами страхования все-таки заключен, нам рассказали в Уфаспу Чувашии. Первоначально необходимо обратиться непосредственно в само общество. Спросят возвратить излишнеуплаченные денежные средства по страхованию имущества. Желательно направить в адрес общества заказное письмо с уведомлением, для того, чтобы оставался квиточек у заявителя, для того, чтобы в последующем заявитель мог обратиться к нам, приложив все необходимые документы о том, что он фактически обращался в общество. Я бы хотела призвать заявителей, для того, чтобы они все-таки к нам обращались, для того, чтобы мы в последующем имели возможность отслеживать исполнение нашего предписания. Ведь поскольку без оснований того, что у нас прописание не исполняется, мы также не сможем привлечь их к ответственности. О том, как избежать ненужных услуг, узнаете из программы «Правовое поле». Она выйдет в эфир в 15 часов. Сегодня утром на Эгерском бульваре в Чебоксарах случилась авария. Недалеко от остановки автовокзал маршрутное такси врезалось в самосвал. По предварительным данным, 262-я маршрутка въехала в КАМАЗ, участвовавший в уборке снега. По словам водителя, его ослепило солнцем, и он не заметил, как затормозила на обочине машина. От сильного удара в салоне микроавтобуса смяло сидение. По данным ГИБДД, пострадали 8 человек, находившихся в маршрутке, в том числе и водитель. Двое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Сегодня с утра в столице уже произошло 3 ДТП с участием маршруток. ГИБДД проводит срочную проверку общественного транспорта. Народная артистка России Валерия приехала в столицу Чувашии в рамках гастрольного тура. Перед выступлением певица нашла в своем плотном графике время на то, чтобы заглянуть в гости к детям. Подробности в следующем сюжете. Детский сад номер 8 Валерия и Иосиф Пригожин прибыли за пару часов до концерта. Как оказалось, воспитанники дворца детской радости гостей ждали с нетерпением. Для народной артистки и ее продюсера провели экскурсию по детскому саду. И тут есть на что посмотреть. Соляная шахта, сауна, бассейн, а также ряд других интересных комнат. В дальнейшем мы планируем открытие своей мастерской для мальчиков «Самоделкин». Для мальчиков это важно делать все своими руками и, конечно, осваивать с самого детства уже такие профессии рабочие. Столяра, плотника, чтобы каждый мальчик мог уметь держать молоток в руках, забивать гвоздь. Это важно, я считаю. С самого дошкольного возраста это здорово. Как оказалось, сегодня особенный день у маленького Вити. Ему исполнилось 5 лет. И звездные гости просто не могли не поздравить именинника. Давай ручку пожмем. Не бойся, Витя. Сколько тебе исполнилось? 5 лет скажи. Привет. Поздравляем. Вот такой вышины, вот такой нежины, вот такой ширины, вот такой ужины. Каравай, каравай, кого любишь, выбирай. Добрые пожелания сегодня получил не только маленький именинник, но и весь детский сад. Валерия и Иосиф Пригожин вписали теплые слова в книгу пожеланий Дворца детской радости. Я впервые вижу такой детский садик. Впервые. Я не знаю, может в Москве и есть. Но когда мои дети росли, они ходили в самый обычный детсад. И, конечно, какое счастье, что у малышей есть возможность вот ходить вот в такой вот дом. Один-два раза в неделю малыши с удовольствием проходят оздоровительные процедуры прямо в детском саду. С радостью купаются в джакузи и гидромассажной ванне. Такой современный детский сад появился в столице Чувашии благодаря партийному проекту «Единая Россия. Детские сады детям» и республиканской программе модернизации учреждений дошкольного образования. Я, прежде всего, спросила, это частный детский садик или государственный? Когда мне сказали, что государственный, наверное, это вдвойне радостно, что правительство, государственные органы, они помогают и поддерживают. Существует какая-то программа, значит, государственная. Это очень здорово. И вот теперь, знаете, есть какие-то вещи, когда мы читаем какую-то статистику, говорим, открылось то-то, то-то, построено столько-то, столько-то, того-то. А когда ты видишь своими глазами, вот как это все выглядит, вообще, как это все работает, это, конечно, впечатляет. Юлия Важенина, Евгений Анисимов, Республика. Обеспечить все необходимые условия для безопасности дорожного движения на федеральных трассах – это и есть главная задача учреждения УПРДОР «Волга». Подробнее о реконструкции и ремонте дорог вы узнаете из программы «По существу» сразу после информационного выпуска программы «Республика». Я с вами прощаюсь. Увидимся завтра в это же время в эфире национального телевидения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова